В начале прошлого тысячелетия Новый год праздновался 1 марта. Он был символом пробуждения природы после зимней спячки. В 15 веке этот праздник перенесли на первый день осени, время сбора урожая. Важный день отмечали оплатой даней и оброков, а также церковными службами. Собственно, поэтому жители Киевской Руси относились к этой дате равнодушно или даже негативно. Уже при Петре Первом Новый год перенесся на 1 января. Впервые с такой даты его отметили в 1700 году. Тогда же появилась традиция украшать дома еловыми ветками, а их наряжать в яблоки, орехи и сладости. Первая настоящая новогодняя елка появилась только в начале 19 века с легкой руки супруги императора Николая I. Вокруг дерева водили хороводы, проводили балы, в небо над нею запускали салюты. Однако революция начала прошлого века перечеркнула все достижения новогодних празднований. Иосиф Виссарионович Сталин и вовсе назвал елку антисоветским атрибутом, а 1 января сделал обыкновенным рабочим днем. Тем не менее, Новый год и елку люди не забыли. Уже к началу Великой Отечественной войны праздник вернулся в дома советских граждан. Вновь появились украшения. Правда, вместо угощений на елке устроились портреты членов Политбюро и Красные звезды. Примерно в то же время стал популярным и современный Дед Мороз. Хоть его придумали еще при царской России, прижился он только в советской. Вскоре Новый год стал настоящим народным праздником, ведь в военное время каждому хотелось немного сказки и чудес. Во второй половине прошлого века появилось множество замечательных фильмов и развлекательных телепередач. Традиционные «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь» и многочисленные «Голубые огоньки». В 70-х стало привычным поздравление генсека, а затем и президента, который мы слушаем, наполняя бокалы шампанским. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.